Дальше я увидела там же, в Британском музее, вот такие удивительные скульптуры. Это скульптуры из глины, которые принадлежат примерно 5000-4000 лет до нашей эры, и они представляют из себя рептилоидные существа. Видите, самки, например, у неё есть грудь, а в некоторых случаях самка кормит маленького ребёнка, тоже рептилоида. И это всё относится к культуре Убайт. Вообще Убайт — это непонятная цивилизация или Убейт. Это Месопотамия, это Ирак, современная территория, это территория, к которой приписывают цивилизации шумеров. Но что известно, ещё до шумеров непонятные времена, вот условно вот эти времена, 5-7 тысяч лет до нашей эры, там была цивилизация, которая была очень продвинутая. Проживали в кирбичных домах, вели сельское хозяйство, сложная система у них подачи воды была и так далее. То есть это очень продвинутая цивилизация. Но вот что они из себя представляют? Вот в Британском музее на меня произвело сильное впечатление надписи. Там очень много артефактов разных культур и почти все надписи такого характера. Предположительно, такой-то период. Предположительно, относится к статуэткам религиозного характера. Предположительно, использовалась для ритуала. И всё. Но согласитесь, что это очень странная информация. Предположительно. То есть фактически вас ставят перед фактом, что мы ничего не знаем. Но зато у нас есть артефакты. Если тебя он интересует, стой и медитируй. Может быть, ты что-то поймёшь. Вот что-то в таком ключе и происходило, по крайней мере, со мной. Ну, я стала исследовать эти вещи, обнаружила, что по всему миру, в общем-то, есть такие статуэтки. И они не похожи на ритуальные. Они скорее похожи на то, что есть некая цивилизация или была какая-то цивилизация. Ну, люди себе нормально жили. А, ну, смотрите, одеты люди, да, прикрыты половые органы. Всё как у людей. Ну, кормит ребёнка она. Вот тут вот она кормит ребёнка. Или что-то там держит в руках. Ну, обыкновенные такие… Вот это, по-моему, мужчина, да. На голове у них такие шапочки очень странные, удлинённые такие черепа. Ну и вот кто они могут быть? Непонятно что. Ну и вот я нашла для себя некую информацию, и я с вами ею делюсь сейчас. О том, кто такие рептилоиды и что об этом говорят наши вознесённые владыки намёками. Вознесённые владыки говорят намёками потому, что современное человечество не в состоянии понять истинных процессов, происходящих в космосе. Современный человек живёт попытками понять, что происходит вокруг него. Но человек современный не встроен в картину мира космоса. Современного человека даже не учат ни в школе, ни в институте тому, что человек есть частичка планетарная, частичка Солнечной системы, частичка космоса, частичка нашей галактики, частичка Единого Творца. А раз частичка, то есть своё место у человека в космосе, в галактике. Нас не учат вот этой позиции, что надо найти свою позицию, кто ты и какое место ты там занимаешь. Именно по этой причине вознесённые владыки современным людям не могут эту информацию в полной мере рассказать. Но они очень даже намекают. И в своих текстах они говорят, вот тебе намёки, если хочешь, размышляй дальше. Итак, что я нашла в таких намёках, о чём я и хочу с вами сейчас поделиться. Итак, первые намёки — это то, что есть два созвездия, известных нам. Есть их больше, но нам известны два, в которых в этих созвездиях есть обитаемые звёзды и планеты, и там живут рептилоиды. То есть там живут человекообразные существа, но они внешне похожи на рептилоидов. Вообще космос весь населён, но мы разные формы имеем. Вот эти разумные существа имеют разные формы. И я сегодняшнюю встречу начала с того, что я вам показала сохранившуюся рептилию, настоящую рептилию, туатару, которая живёт у нас в Новой Зеландии. И я вам сказала, что для настоящей рептилии характерны два признака. Первый признак — это то, что у неё есть третий глаз. И второй признак — это то, что позвоночник очень специфический. Он имеет шипы, идущие наружу. И эти шипы — они как бы такого костного, костное излучение некие, как такие антенки маленькие. Вот эти два признака как раз характерны для цивилизации рептилоидов. И в этих двух созвездиях, о которых я сейчас расскажу, это зета-ретикули или созвездия-сетка по-русски и альфа-драконикс. Оба этих созвездия находятся очень далеко от нашего Солнечной системы. Ретикули, зета-ретикули находятся 39 световых лет от Солнечной системы, а альфа-драконикс — 270 световых лет от Солнца. Это очень и очень развитые цивилизации там. А в зета-ретикули — это двойная звезда. Ну и, конечно, вокруг этих звёзд есть планеты, которые населены. И вокруг альфа-драконикс тоже. Альфа-драконикс — это тубан по-русски. Тубан — это арабское слово, означает «змея». И сейчас я вам начинаю рассказывать такие секреты, которые вам нужны для медитации. Итак, тубан или альфа от созвездия драконикс. Тубан была 5000 лет тому назад ещё главной планеты в нашем северном полушарии и играла роль Поляриссимы. Поляриссима — это звезда, на которую ориентируется во время, например, навигации. Это звезда, которая не меняет своего положения. Сейчас Поляриссима — это полярная звезда. Но тогда наша планета по-другому стояла в космосе, в других отношениях к этим созвездиям. И тогда альфа драконикс была неизменяемая, имела такое положение неизменяемое для наблюдателя из нашей планеты, который бы смотрел на небо в северном полушарии тогда. Это очень интересный момент. Положение этих созвездий было другое раньше и было очень важным, особенно то, что было фиксированное положение в альфа драконикс. Что это может означать? Итак, это означает… Я сейчас следующий намёк вам расскажу, что в то время произошло нечто важное для нашего земного шара. Вознесённые владыки рассказывают, что наша планета очень юная. Всё, что на ней находится — животные, растения, человек — это всё очень юное, всё находится в состоянии постоянного развития. Когда планета юная, то за ней наблюдают её космические родители, её космические родственники, как в люлечке за ней наблюдают, ухаживают за ней и помогают ей всевозможными своими заботами. Поэтому на такой юной планете нашей человечество тоже в юном состоянии. Если говорить с космической точки зрения, то планета наша проходит свои законные семь этапов взросления, и эти семь этапов проходят все формы в созданной Вселенной. Они имеют семь шагов. Это отдельный разговор, этому посвящена моя школа «Семь лучей». Я там очень подробно рассказываю. И это очень важно понимать для того, чтобы найти свою позицию в космосе. Поскольку наша планета имеет семь своих шагов для развития, то на каждом из этих шагов планета и всё, что на ней находится, становится всё более зрелым. Когда-то наша планета проходила первый свой круг или первый свой цикл взросления. Тогда весь космос ей помогал и посылал ей какие-то дополнительные энергии. Потом возник… Давайте я сейчас переключу. Потом возник… Закончился этот этап взросления. Начался следующий этап взросления — второй. Они называют это… Возник себя на владыке и называют словом «круг». Возник второй круг. Во время второго этапа взросления космос опять стал помогать. Но это не просто так вот хаос, помощь. Это великий наш Творец, галактический логос распоряжался, обращался к определённым силам и говорил, что сейчас должны послать помощь планете. Они посылали определённые энергии. Дальше закончился второй круг взросления, начался третий круг взросления. Третий круг взросления опять подвели итоги. Развилась немножко планета, на ней все царства развились, человечество развилось, чуть-чуть взрослее стали. На третьем круге новые энергии послали. Опять человечество и опять всё, что на Земле, опять изменилось. Четвёртый возник. Мы сейчас с вами находимся в четвёртом круге. Итак, то, что из себя представляет современный человек, это результат вот этих вливаний космоса, которые происходили на первом круге, на втором круге, на третьем. На четвёртом сейчас продолжаются новые вливания. Мы сейчас находимся в переходном этапе. Мы сейчас входим в пятый круг. Идут новые вливания. Итак, с точки зрения космоса наша планета сейчас совсем-совсем юная. И у неё стадия возросления с четвёртого на пятый круг, а впереди ещё и с шестой-седьмой. Когда закончится шестой-седьмой, наша планета станет более самостоятельной, и она будет жить по новым каким-то обязательствам и новой ответственности. У неё новые будут отношения с космосом. Это очень важный момент. Это первый такой важный момент. И я вам ещё раз это хочу зафиксировать, что планета находится сейчас между четвёртым и пятым кругом взросления. Поэтому на неё идут четвёртые, заканчиваются вливания, и пятые космические, начинаются новые. Все эти вливания очень специфическим образом воздействовали на животный мир и на человеческий мир. Теперь мы подходим к самому интересному, к теме нашей сегодняшней, про рептилоидов. Оказывается, что… Ещё раз я вам покажу. Оказывается, что, когда мы с вами вместе с нашей любимой планетой были на втором круге, тогда наблюдающие кураторы из космоса от нашего великого галактического логоса пришли к выводу, что нашей планете нужна помощь, потому что очень юный наш планетарный логос. У него недостаточно ещё сил, и у него достаточно карма, так же, как и у всего, что есть в космосе. И было принято решение послать энергию дополнительную, дополнительную, чтобы активизировать то, что будет происходить, чтобы усилить и ускорить вот эти процессы. Но это как если бы мы сравнили вот маленький ребёнок, а пришли со стороны мамы и папы и дали ему покушать дополнительную вкусную еду для того, чтобы его тельце стало крупным и большим. Примерно то же самое произошло во втором круге. Во втором круге наш галактический логос распорядился, чтобы из созвездия сетки Зето-Ретикула и из созвездия Альфы-Драконикс Стубана, а также из каких-то других созвездий, про которые нам мало что известно, чтобы пришла специфическая энергия и она влилась на нашу планету. Как в космосе принято, нельзя отказываться, потому что всё, что существует в космосе, оно работает обязательно для других. Если было сказано, что давайте, идите, помогайте, они немедленно взяли под козырёк и немедленно совершили этот акт вливания. Это акт вливания выглядел так. Пошла энергия энергия в виде змейки. В космосе это выглядело как огонь. Вы знаете, что Бог — это огонь повидающий. Итак, из этих двух созвездий пошла энергия огня в виде потока. В космосе ничего не ходит прямо. Поток идёт как волна. Этот поток энергии из огня попал на нашу планету и вошёл в материю, из которой создана планета, в каждый атом, в каждую молекулу, естественно, в каждое царство, в растительное царство, в животное царство, в человеческое царство. И вот этот огонь вызвал очень специфическую трансформацию. Ну, говоря нашим современным языком, наверное, это было всё-таки изменение ДНК. Но мне кажется, что мы про ДНК мало что знаем, поэтому мне проще рассказывать простым языком. Итак, огненная змейка мощно вошла на нашу планету и раздробилась на каждый атом. И в каждом существе образовалась тоненькая огненная ниточка. Прежде всего образовалось огромное количество новых видов материи, новых видов существ. Образовались рептилии тогда впервые, потому что рептилии как раз содержат вот эти два важных качества, а именно специфический позвоночник и третий глаз. И как бы получилась такая копия от живущих в этих двух созвездиях. Вот эта копия, это рептилии тогда образовались. Их было очень много видов. Это огромные динозавры, это всевозможные плавающие, летающие и так далее, и так далее. Змеи, ну, много очень видов рептилии. Ну, а это как вид животных, да, очень специфический. И плюс к этому человеческие существа, которые тогда тоже перешли на новую форму, у них оказалась вот эта ниточка огня, встроенная в позвоночник. Она начиналась от копчика, там, где хвост раньше был, вместо хвоста, скажем так, и заканчивалась она шишковидной железой. Для чего это нужно было сделать? Для того, чтобы вертикально поставить человеческое существо и во время такого вертикальной позиции, чтобы контакт между физической материи и небесной, космической энергией была всегда как открытый канал. То есть это был огромный подарок. Ну, трудно переоценить этот подарок в то время, потому что сразу же человеческие существа, можно сказать, выпрямились. Они были совсем животные, но тут они выпрямились, и у них постоянная связь с физической Землёй и через шишковидную железу с небом создала особое состояние сознания. То есть всё человечество, благодаря внедрению этого инструмента космического, стало испытывать необыкновенное наслаждение связи с Богом. Как рассказывает Гуджиев, это состояние счастья и наслаждения можно сравнить только с одним на земном шаре. Это употребление кокаина. Кокаин каким-то удивительным образом почему-то Гуджиев ссылается на то, что кокаин был изобретён в Германии, вернее, он был из природы вынут. Кокаин вызывает состояние у человека, когда он находится в постоянном контакте между физическим миром и космическим миром. Он фактически растворён в космосе. Но для современных людей употребление кокаина вызывает распад, распад своей Личности, которая ещё не выстроена. Другими словами, у человека, у современного, ещё нет внутреннего стержня, своего собственного, высшего «я». Нету. Ещё нету этого контакта. Поэтому при употреблении кокаина современный человек просто распадается на части, как бы в космос выпадает, и все его части попадают в какие-то исходные мешки с исходной материей. Это, конечно, очень плохая ситуация для людей. Но Гуджи приводит пример, что когда впервые пришли вот эти огненные змейки и встроились в человеческий позвоночник, то тогда всё человечество начало испытывать вот это состояние наслаждения, постоянной связи с космосом. И на тот этап, как говорится, Бог посмотрел и сказал, и это хорошо. Всё бы было так и неплохо, если бы человечество не начало вести себя непредсказуемо. Вообще, надо сказать, что ещё один момент я подчеркну, что когда...